Когда Украина начала активно экономить газ, были обширные дискуссии насчёт того, о сколько на самом деле нужны газы украинцам и насколько сильно они могут затянуть пояса. Надо сказать, что уже достаточно большое количество газа было поставлено Украину в первом полугодии. По данным нашей таможенной службы, это 14 миллиардов кубических метров. И это больше, чем было в первом полугодии 2013 года. Просто если в 2013 году там было распределение газа, значит, 10 миллиардов поставили в первом полугодии и 15 во втором, то сейчас почти 15 было поставлено в первом полугодии уже, что создало такой некий дополнительный запас. Но мы видим, что по крайней мере 5 миллиардов кубометров газа Украине ещё понадобится. То есть говорить о том, что Украина может резко сократить импорт газа по сравнению с теми 25 миллиардами, которые у неё были в 2013 году из России для покрытия как собственного потребления, так и необходимых технических вопросов для решения, ну, говорить о значительном сокращении потребления пока что не приходится. Поэтому я думаю, что 5 миллиардов Украине совершенно необходимо, но речь шла именно о том, что это будет хотя бы 5 миллиардов по меньшей мере. Что касается цены, в прошлом году по данным, тем, которые озвучивались в Украине, рядом с средствами массовой информации, средняя цена реверсных поставок составляла около 400 долларов за 1000 кубометров. Российский газ стоил немножко дороже, но цена была примерно такой же. То есть говорить о том, что цена должна существенно уходить вниз по сравнению с отметкой 400 долларов, конечно, не приходится. Другое дело, что, конечно, мы видим сейчас европейскую цену, европейская цена спотовой, она существенно ниже. И, конечно, это может порождать некоторые вопросы и сомнения украинской стороны и может обосновывать определённые их требования к России. Напомню, что в Европе этим летом цена опускалась до 250 примерно долларов за 1000 кубометров примерно, но сейчас это уже повыше, сейчас это около 300 долларов за 1000 кубометров, но всё равно разница с ценами, которые предлагает «Газпром», она существует. И, конечно, здесь в этих переговорах не следует преуменьшать роль европейской стороны, но европейцы, безусловно, конечно, заинтересованы в том, чтобы транзит ни в коем случае не возникал никаких немалейших угроз транзитов. Но вместе с тем сейчас они находятся в такой неплохой ситуации, у них достаточно большие запасы, если сравнить с предыдущими годами. Хранилища уже и сейчас заполнены на 92%, в хранилищах находится 76 миллиардов кубометров газа, это, пожалуй, больше, чем когда-либо в последние годы. И обычно такие величины достигались где-то в конце октября, начале ноября, и сейчас уже начало ещё октября, но уже такие объёмы достигнуты. То есть в этом плане некоторый дополнительный запас у Евросоюза сейчас есть за счёт больших запасов. Накоплены они как раз были благодаря тому, что дешёвый был газ летом, из-за того, что была предыдущая зима холодной, образовались излишки, и сейчас, соответственно, запас удалось существенно заполнить.